Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Лайк из Казахстана. Сегодняшний ролик будет посвящен не батарейкам, в принципе, как обычно, а с той проблемой, с которой я столкнулся и не дай бог столкнетесь вы. Расскажу небольшую предысторию. Перед морозами решил заменить масло. Взял вот такое. Масло, кстати, стоит примерно в два раза дороже моей машины. Сейчас, наверное, в полтора. Вроде как ЗАЗы подорожали. Масло поменял, все нормально. На улице 30-ка, заканчиваю работу, сажусь в машину, завожу мотор. Горит лампочка, непристегнутый ремень. Ну, постоял там, сколько, долго не грею, 3-4 минуты. Не 34, а 3-4 минуты прогрел мотор, по коробке ветер вхарю и охуярю. Доехал до магазина, зашел, затоварился, выхожу, сажусь в машину. Блядь, и в холодный пот меня бросило. На улице и так холодно я еще. Вспотел не на шутку. Серьезно, что ли? Серьезно. Лампочка горит. В ушу мотор, задираю капот. Фильтр болтается на самом кончике. Масло 0. Подъехал товарищ, мотнулись на заправку. Купил. Ну, что было там. Взял вот эту полусинтетику. Газпромовскую 5х40. Фильтр вроде как подтянул от руки. Но начал подтягивать рукой с проворотом. То есть резьбы нет. Подтянул до проворота. Подлив масла, доехал до дома. Или до дома. До дома. На следующий день, думаю, наверное, бракованный фильтр. Поеду, другой возьму. Поехал, взял еще одну хуйню. Яса или хуйяса, как правильно. А до этого стоял, до этого взял фран. Ну, взял подороже. Думал, раз подороже, значит, получше. Заворачиваю его. От руки проворачивается. Подтянул до момента проворота. На улице, по-моему, 32 было уже. Залил масло. Только завел, лампочка загорается. Выхожу, фильтр опять. Выскочил. Первая мысль. Ну, что. Скорее всего, штуцер. Маслозаборника. Надо менять. Оттаскиваю. Оттащил на станцию. На подъемник задираем. Да все нормально. Все вроде чих-пых. В пределах допуска. Резьба отличная. Без косок. Без затертости. Без заглаживаний. Этих фильтров, кстати, если кто-то скажет, что я, о, блядь, не умею фильтра заворачивать. Я их поменял за свою жизнь, мама дорогая. Замеряю. Там смотрю, что-то, какое-то несоответствие по резьбе на станции. Поехал, купил ливны. И что получается. Вот обзоров очень много. Когда фильтра пилят, распиливают там, вытаскивают эту бумагу, сравнивают там метражом, продувают ее, все профильтровывают. Вот, да, полезные обзоры, прекрасно понимаю, но не наткнулся ни на один ролик, тем это заинтересовало, чтобы замеряли именно внутренний диаметр резьбы, чтобы соответствовала резьба номиналам. И что получается. На фрамовском фильтре 17,7 наружкой. Причем, затертости резьбы нету, резьба нормальная. Здесь 17,6 на вот это хуясо, или ясо, нет. На ливнах 17,4. Ну, пока держится, пока вот две недели, вторую неделю езжу, булочки поджал, конечно. Очко играет, но пока полет нормальный. Затянул, как положено, три четверти до ворот, все держится, не срывается. Или сыромятина, металл. Ну, возможно, и сыромятина, и никаких допусков по внутреннему диаметру нет на этих фильтрах. Поэтому, друзья, ну, не попадайте в такую ситуацию. Едете покупать фильтра, берите с собой штангель-циркуль, замеряйте внутренний диаметр. И никаких допусков. Мне кажется, и 17,4 тоже маловато. Ну, кто более в курсе, кто более продвинутый по фильтрам, скажите, какой должен быть диаметр в идеале? Пока езжу. Как дальше будет, возможно, потеплеет. Если еще раз сорвет фильтр. Теперь еду один глаз на дорогу, другой на лампочку. Боюсь проебать моторчик. Проебать его очень просто. Ну, хотя 3 или 4 километра без масла проехал. Провел испытание. Ну, что, друзья, на этом ролик не в тему аккумуляторов. Будем считать, что закончился. Хочу всем пожелать добра, здоровья, удачи. Не болейте. Берегите себя. Берегите моторы своих автомобилей. Следите за качеством фильтров. Ну, и берегите батарейки, соответственно. Всем пока. Берегите себя.